Входной билет в будущее. Любовь. Что мы знаем о любви? Тот опыт, что получаем из дне от наших родителей, от наших знакомых, средства массовой информации и, конечно, на основе просмотра фильмов. Это чужая игра. Это не ваша сцена. Поэтому самый удивительный и ценный опыт в любви и ненависти – это собственный опыт, который мы по собственному невежеству сравниваем с опытом других людей. На самом деле, твой опыт уникален тем, что только твои собственные чувства способны отражать своему партнеру, а партнер – тебе. Ни один сценарий любви и ненависти не повторяется. Поэтому существует пословица «В одну воду не войдешь дважды». Где вода символизирует чувство. Восточная мудрость гласит, начинаются отношения через поиск общих черт характера, а заканчиваются через поиск их различий. И на основе личных представлений большая часть человечества создает свое искаженное представление через свою боль и обиду, агрессию и мстительность. Очень много ранений души через негармоничное отношение между партнерами накопилось за 26 тысяч лет, за прошлую эпоху. Как исцелить себя? Возможно, через безусловную любовь и прощение. К прощению себя многие даже не приступали, не понимая, что привлекает в свою реальность очень тяжелые энергии, разрушающие все живое. Можно согласиться, что твоя жизнь и ты ее сам проживаешь и ты сам выбираешь свой путь. Годы проходят, жизнь неэффективна, плюс отсутствие душевных и духовных сил. Отсюда апатия, болезнь, бессилие вместе с неизбежной нищетой. Бесславная история. Конечно, можно согласиться с тем, что негативный опыт учит и на данном этапе он необходим и своевременем. Но те уже люди, кто сознательно хочет прекратить эту войну полов, может действительно все изменить, имея четкое намерение остановиться и создать новую площадку для новой игры. Поверьте, это возможно, даже имея прежние отношения. Не хочется банально никого учить. Давайте вместе исследуем пещеры наших душ, как туристы, как путешественники. Что же делать? Как вернуть себя к чистоте, как вернуть к чистой, безусловной любви, которая исцеляет и возносит? Надо вспомнить. Надо быть искренним самим собой. Надо желать вспомнить. Мы уже были божественно прекрасны до того, как воплотились на Земле. Мы уже обладали сознанием единства до того, как воплотились на Земле. Сейчас очень тонкая грань между измерениями и мирами Вселенных. Поэтому появляются в нашем трехмерном мире существа других миров. Русалки, гномы, домовые, снежный человек, змеи огромных размеров и много других ранее невиданных человеком существ. Думаю, что на сегодняшний день сегодняшний обыватель не готов психически встретиться с невиданными ранее существами. Возможно, они безобидны и следует хорошенько исследовать новые процессы и больше доверять происходящему в нашем жизни, убрав свое устаревшее сопротивление. Вспомним, что у каждого человека есть галактическая семья и что все 12 существ любят и помогают тебе. Конечно, прекрасно, если сегодня ты соединишься с ними через свое желание, намерение, образ, мыслеформу. Наша галактическая семья находится рядом с нами на уровне вытянутой руки. Очень важно ввести в свою повседневную культуру благодарность за все и в первую очередь за негатив, потому что именно негатив учит. Очень важно ввести в свою повседневную культуру великодушие и почтение. Эти энергии поднимают тебя до небес. Все земляне опытны и мудры. Все земляне получили уроки и в состоянии поблагодарить всех существ и все миры за свое развитие. Все земляне способны подняться на новую ступеньку и увидеть новую картину своего существования. Это красиво и величественно. Это может удержать нас на новой высоте. Имя этой энергии безусловная любовь. Для начала надо знать, что любовь это космическая энергия, магнетическая энергия. Любовь это космический клей. Любовь космический синтез высших состояний, высших эмоций, высших выражений. любовь это экстаз мироздания. Любовь это жизне утверждающая сила. Любовь это электромагнетизм. Любовь это биохимическая реакция и топливо в построении миров. Человеку трудно находиться долго в режиме влюбленности, поэтому говорят, ты болен любовью. Да, это высокая частота вибрации. Да, ее трудно удерживать. Да, уравновешивают ее через опыт разделенности. Но рядом всегда алмаз прощения и дар богов. Вернитесь и, прощая обидчиков, возьмите то, что принадлежит только вам. Это свобода и невероятная легкость и любовь нежность к себе. негативный опыт уже закончился и началось что-то новое, еще не изведанное вами, где вы прощены собой и способны снова любить и любить иначе, шире, величественнее. Отказавшись от малого, вы получаете значительно большее и невероятно прекрасное. Когда вы скажете, что уже всех простили, ну, конечно, я соглашусь, да, а на глубине, а самого себя, а по всем временным линиям, а за 26 тысяч лет прошлой эпохи, а по прошлым жизням, мы все инопланетяне, мы все с разных галактик, звездных систем и планет, и здесь, на Земле, мы учимся жить в равновесии и учимся любить жизнь во всех ее проявлениях. пробудившиеся люди начинают осознавать и способны регистрировать свои реакции, способны впечатляться иными ценностями, способны любить, любить безусловно. Не пробудившиеся люди имеют маски и копируют любящих. Это очень видно, потому что неестественно и предсказуемо. Это шаблоны поведения, от которых в новых эпохи желательно быстрее освободиться. Любящий человек человек творческий и открытый. Непробужденный человек не способен на глубокие чувства и требует, чтобы его или ее любили и на многое идут, чтобы жить в энергиях чужих высоких чувств. Не подпитывайте других. Уравновешивайте свои отношения с партнерами. Сострадайте им и прощайте себя за свое невежество. Объясняйте, что каждый человек способен любить себя сам. Это и есть любовь. Когда вы можете сказать без эмоций правду, влюбиться в себя это высшая задача каждого человека новой эпохи. Включая в программу изобилие, даже если у вас пустые карманы, верьте в галактический неиссякаемый банк с вашим неиссякаемым счетом. Верьте, что вы не один. Верь, что ты не один. Верь, что тебя любит весь космос. Верь, что тебя любит Бог, Богиня и Сын Христос. Многие думают, что придет Христос и спасет меня. Тогда нужно иметь такую же чистоту вибрации, как у него, потому что ко мне приходит только то, что я привлекаю к себе по энергии. Если вы думаете, что вас бросит муж, он обязательно вас бросит. Если ты боишься, что от тебя уйдет жена, то она обязательно от тебя уйдет. Если ты веришь, что тебя любит космос, то ты привлекаешь энергии Христа и получаешь его дары. Если ты искренен и уважаешь свои чувства, то привлекаешь удачу и везение. Закон соответствия работает без взяток и предпочтений. Это космический закон. Мы блудные сыновья и возвращаемся в обители отца своего на живом галактическом корабле Гаи. Мы способны любить. Мы способны почитать саму по себе жизнь во всех ее проявлениях. Мы способны полюбить Землю как самого себя, потому что это наше физическое тело, и это и есть часть Земли. Все это будет происходить в ближайшем будущем. Это возвращение планеты к чистоте и гармонии, красоте и чудесным событиям с большим ускорением. Мы набираем обороты. Все будет происходить очень быстро и желательно без паники. Если не успеваете, то остановитесь и замрите, бездействуйте и восстановьте, догоните всех. Кто уже никуда не торопится и доволен и благодарен тому, что дается и всегда в изобилии. Вспомните детскую игру. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте замри. Сколько мудрости, сколько подсказок. Задумайтесь. Погода показывает, что люди пробуждаются и желают любить и жить в полноценности. Мы становимся творцами, мы становимся художниками, мы рисуем процветающую землю, где все воды наполнены безусловной любовью и благодатью. Я призываю всех женщин, вспомните свое первое свидание, вспомните тот трепет и расширьте его, насколько сможете. Любящая женщина это цветок человеческого царства, девушки это бутоны и они должны созревать до цветка, а не выпячиваться и не кричайте своей красоте, пока не расцветете полностью, а то сорвут по вашей неосторожности и выставлению на показ, и вы не узнаете истинный аромат и красоту распустившегося цветка, когда женщина может громко сказать на всю галактику «Я прекрасна». Многие женщины, многие мужчины уже не желают главенства в семье, уже желают равенства и уважения, они опытны и способны привлекать фиолетовый огонь в свою жизнь, способны привлекать чистоту и истину, способны иметь намерение и высказывать просьбу, когда все земляне пробудятся, то будут способны вести свой корабль по волнам галактики. Я топливо, я корабль, я капитан. Все это энергия и энергия безусловная любовь. Мы есть все сущее. Мы все вспомним. Все зависит только от наших убеждений. Нежнее и осторожнее с собой. мы как ядерная бомба в космосе. Каждый человек влияет на климат планеты. Каждый человек влияет на весь космос. Мы вспомним, что мы могущественны и способны любить и быть любимыми. Без борьбы и без доказательств. Безусловная любовь это наше будущее, это наше настоящее, это наше чудесное пробуждение, безусловная любовь это наше коллективное вознесение и объединение всех рас и народов под флагом безусловной любви. Христос уже пришел в наши души. Однако пространства вашего сердца должны быть освобождены от тяжести, боли и обид. Тот, кто не жалуется, тот тихо любит. В помощь всем одиноким мужчинам скажу, вас любят все женщины всех миров божественной любови. Пригласите в свою жизнь ангелов любви и почувствуйте это сами. Всем одиноким женщинам всех возрастов и национальностей скажу, что вас любят все мужчины и все женщины всех миров и всех измерений. Вы же чувствуете эту любовь. Доверьтесь ей. И она наполнит вашу душу. Она наполнит жизнь яркими красками, новыми друзьями и возможно новыми отношениями с тем единственным, который очевидно рядом сейчас. Посмотрите повнимательнее. Впустите свежий ветер в свою душу. Если тяжело или поздно любить мужчину, то полюбите дерево или небо или звезды. Но любите это любовь ваша молодость и здоровье. Это безусловная любовь входной билет в ваше чудесное будущее. Планета Земля хочет подарить вам волшебный шанс. Она хочет подарить вам вечное существование. Это сакральная тайна. И если вы поймете глубину этого подарка, то вы действительно обретете вечную жизнь на Земле. входной билет в будущее любовь. сакральная лампу сакральная Продолжение следует...